итак ребята такая штучка конечно же не первой свежести но от этого прелести он никак никак не становится меньше довольный как слон да это вот надо бы почистить все остальное там прятанный карбюратор картер немножко греется немножко настораживает опять же вроде бы зашибись почистить надо масло от всего охлаждение плохое самый лучший свет солнце вот чтобы вы понимали вот вьетнамки и азийки они вообще вот так вот ездят на байке они одеты полностью то есть ни одной части тела практически не видно потому что я теперь их понимаю после того как я сгорела на пляже эти при вообще так одевается но сейчас поедем кататься немножко вот такое с флажком даже это вот деревня это именно rural life rural lifestyle я прям помню как мы тоже дома выходили вот так вот в предвечернюю предзакатное время и на огороде саду что-то там окучивали здесь очень насыщенная трафик потому что все едут на море с моря ну с моря на море надо как-то клиниваться да нужно врывайся ты знаешь вьетнамцев они вообще никому не уступают а Да именно Секрасно будет пройдя Непрошенки тоже не могут встроиться Потому что вьетанцы никогда не останавливаются У нас все больше и больше Нам всем надо как-то С криками и воплями иностранцы пересекают дорогу Вот такие вот оптические штучки Вон в той кафешке Нам сейчас делают вареный Точнее пареный Стим Райс За великолепную цену За адекватную За столько сколько оно и стоит И просто вот здесь Роберт брал байк И вот он сейчас приехал Мы нашли байк у механика То есть не просто того Такой дядька предыдущий был Типа просто сдает байки Он в них даже практически ничего не понимает Вот Чисто делец А этот механик И мы к нему приехали Ну как мы искали байк И Роберт увидел Говорит офигенный Хочу этот Мы зашли А он именно механик То есть он именно разбирается И у него старые Хонды Которые Роберту как раз нравится Ну в общем А теперь чтобы вы понимали Мы выехали покушать Заехать к автомеханику Чтобы он подшаманил немножко Потому что завтра Роберт с другом едут в Дананг Вот Это 30 км туда 30 обратно То есть надо понимать что В каком состоянии байк В общем Это все предыстория А вот смотрите Вот это мастерская А вот здесь буквально через дорогу Нормальная еда за адекватную цену И люди сразу поняли Мы пришли сюда Было закрыто Они такие что позвонить Типа ну давай позвоним Пришли позвонили Вызвали этого механика В общем Мы просто дошли до того До той мысли Вот что Завтра мы будем продаться на дальняк Надо будет проверить масло Я уже сказала Чуть-чуть масла Чуть-чуть масла Да и это Это Взболтать но не смешно Нет это надо будет Ну короче Сейчас он зальет масло И мы дошли до того Извини Что До той мысли что когда все Мы в хорошем настроении У нас получается так что Все классные места Они в одной точке находятся Грубо говоря То есть В общем мы находим тех людей Которые Умышленно или неумышленно Собрались в одном месте Чтобы делать дело Которое они делают Хорошо И мы их находим И просто все складывается Такое Это конечно лирика Но когда все Складывается В новом городе В котором это первый раз И первый день Поверьте Это просто Это манна небесная Это просто сам Сам Боженька Постарался И разрешил нам Чтобы мы так жили В общем я еще ни разу не покупала Сок В аптеке Да How much? 20 Вот это Такие вот Всякие разные штучки И как видите Все без ценников Это Местная Местный способ жизни Если у тебя есть ценник Значит ты не сможешь заработать Они мыслят так Ценники Даже на Пиво, вино и варцеталол Алкоголь Не отходя от кассы Страх и ненависть в Лас-Вегасе Только посмотрите что здесь происходит Это авокадики Нормально так висит Надо уже срывать Прекрасные такие точки Прекрасные такие точки Это вот современное видение Чапанство Знаете были? Как в Рав Исокий Я барач Кавпас Родина Кавказ привет ребят это видеосъемка сейчас ведется в городе тань хуа и у нас будет рубрика теперь теперь у нас будет рубрика real life как она по-настоящему устроена в этом мире ну смысле во вьетнамском вьетнамском мире вот смотрите видите вот начинается зебра вот она начинается 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 и заканчивается понимаете вот видите вот она заканчивается вот здесь идет туда понимаете вот это вот как бы мысль гениальная вьетнамская мысль нахрен тебе дальше дорога очень так не можешь или как-то очень очень забавно а еще забавнее вот у меня рюкзак видите большой сзади меня и саксофон вот здесь вот висит и если я их поставлю куда-нибудь спросить там дорогу выпить кофе или еще что-нибудь сделать и какая-то компания вьетнамцев со мной начнет говорить типа а вот туда туда тебе надо идти ну типа поняли наконец это с 5 попытки туда иду и ну зебры там нету ну как я туда пойду я беру рюкзак ну смысле с пола его только поднимают мне сразу же начинают говорить чувак возьми саксофон ну то есть рюкзак тяжелый мне водить это секунд 10-15 надо вот эти 10-15 секунд мне будут мозолить мозолить мозг о том что мне надо взять саксофон типа чувак ты берешь рюкзак ну у тебя там саксофон лежит быстро быстро возьми саксофон это ну как бы цирк это просто откровенный цирк и это на каждом шагу то есть мы думали сначала что это в ханой какая-то движуха такая нет они все так мыслят читают они язык свой очень медленно я бы если бы на русском было написано я бы уже раза три прочитал текст они читают очень медленно и я заметил что самое длинное слово у них состоит из 7 букв означает предрасположенный если я не ошибаюсь 7 букв ребята никакого шнурака лютюн ну короче я рита сардакан вот эти вот все имена они для них это просто фантастика космос и точно также они водят они начинают тормозить ну капец как очень далеко и начинают лавировать ну очень медленно такое ощущение что у них предки из эстонии ну и судя потому что у них такие черточки разные там гару зиме си латвы пистым языке есть такие так как у меня отец латыш я знаю немножко как пишется латышки и там вот такие же черточки это все это все напоминает какое-то усложнение иероглифов то есть слова длинные невозможно создать в их лингвистической базе но то как они мыслят это явно иероглифы китайские но так как они с китаем посрались 700 по моему лет назад из этого времени пытается типа как украина отделиться от россии они очень гордятся что у них как бы не похожи на китайский язык но мыслят они тупо китайцы но у них нет этой мудрости китайской они просто просрались свою жизнь сейчас это ну я могу показаться немножко агрессивным я просто транслирую вам это настроение как они вот такие вот так я сейчас вам это все объяснял я попробовал вам передать